Всем привет! Впервые увидел эту машину в начале 90-х в Запорожье. Думал, что это самоделка, какой-то колхоз на основе обычного запорожца. Правда, не понимал смысл всей этой идеи. Ведь самым популярным в начале 90-х развозным транспортом у мелких предпринимателей был москвич каблук, или как его еще называли смешным названием пирожок. Загружать и разгружать каблук было проще. Возил он больше. В общем, какой смысл от этого странного пикапа на базе заднемоторного запорожца, я не понимаю. Потом выяснилось, что это никакая не самоделка, а самая настоящая заводская модификация. Надо сказать, известие о том, что запорожский автозавод выпускал столь странную модификацию, меня озадачило еще больше. Ладно, я мог понять стремление отдельного чудака заиметь себе уникальный пикап на базе мыльницы. Поначалу эти пикапы производились для внутризаводских нужд, переделывались из отбракованных кузовов еще с 60-х. Это вполне разумное и логичное решение. Зачем заводу закупать развозной транспорт на стороне, если имеется свой, пусть и не очень удобный. Но в начале 90-х на запорожском автозаводе наступают сложные времена, и руководство пытается войти в новую, ставшую резко популярную нишу небольших коммерческих развозных пикапов. В качестве решения предложил рынку свой внутризаводской пикап. Машину стали собирать по обходной технологии, принцип был простой. Готовый кузов отбирался из потока перед стадией покраски и далее шел на доработку. Начиная от средних стойк убиралась крыша, убирались задние стойки. За передними сиденьями устанавливалась металлическая панель-перегородка с окошком. П-образным металлическим профилем усиливали бортам, чтобы повысить жесткость, а по периметру грузового отсека усилителем служили приваренные там уголки. После этого кузов возвращали на конвер, красили и собирали дальше машину, как любой обычный запорожец. Машина называлась ZAS 968MP. МП следует расшифровывать, наверное, как малопригодный пикап. Грузоподъемность, кстати, составляет 250 килограмм. Вот только грузить и разгружать его замучаешься, нет ни дверей, ни откидных бортов. В качестве защиты грузового отсека от непогоды шел брезентовый тент. Выпускали такие пикапы три года, с 1990 по 93 год. Сколько их было выпущено, точно неизвестно, около двух с половиной тысяч штук. Самое интересное, что кое-где они еще встречались в Украине даже в конце 90-х. Несмотря на то, что машина выпускалась не так уж давно, до наших дней сохранились редкие экземпляры ZAS 968MP. Да что говорить, и обычный запорожец редкость, а такое уж тем более. Когда речь идет о спасательной технике, в частности пожарных машинах, то вспоминаются мощные грузовики, иногда даже различная спецтехника на гусеничном ходу. И меньше всего в этой роли ожидаешь увидеть запорожец. А в автопарках пожарных частей бывали легковые автомобили. Чаще всего Волги и Уазы. Кто-то встречал и Жигули. Точно зная, были специализированные версии мотоцикла Урал. Но вот ZAS 968 не припомню, однако одна такая машина точно существует. Построена эта пожарная версия на базе ZAS 968MP пикапа, выпускавшегося малыми партиями на Запорожском автозаводе. По сути, это был обычный кузов, от которого отпилена задняя часть крыши вместе со стойками. Потери жесткости кузова компенсировали усилителями. Технически все осталось без изменений, то есть двигатель расположен сзади. Конкретно этот экземпляр был отреставрирован и переоборудован в мастерской КБ Смирнова. Там обычный ZAS пикап обзавелся площадкой с огнетушителями, фароискателем, спецсигналами и мотопомпой в виде прицепа. Кстати, тут отдельный курьез. Мотопомпу приводит в движение двигатель ЗМЗ-402. И это именно тот случай, когда в прицепе мотор стоит мощнее, чем у тягача. Легенда, согласно которой делали данную машину, гласит, что именно такой ZAS пожарный работал в Ленинграде на фабрике игрушек в качестве, так сказать, штатной противопожарной техники на территории предприятия. Возможно, и на других предприятиях было нечто подобное. Если вам известно о пожарных запорожцах, где и когда они трудились, напишите в комментариях. По очевидным причинам и эта заднемоторная компоновка легендарные наши запорожцы в кузове универсал серийно не выпускали. Не было и версий с дизельным мотором, хоть и проводились на заводе испытания с компактными европейскими дизелями. Носили они скорее научный характер, оснащать недешевым мотором недорогую советскую мыльницу, серьезных мыслей у заводчан не было. Откуда же взялось это чудо, задумался я, залипнув на объявление, размещенное на одном британском автосайте. Судя по описанию, машина находится в Литве, она 1982 года выпуска. Редкая модель, говорит продавец, уникальная, и в этом он безусловно прав. Второй машины такой не существует. Отчего тут стоит двигатель, к сожалению, остается тайной. Владелец лишь заявляет, что мотор перебран, а сама машина находится в хорошем состоянии, и даже с транспортировкой может помочь в Британию, Германию и страны европейского континента. Вообще, запорожский автозавод собрал в экспериментальных целях несколько универсалов, так называемый заслуч. В серийное производство машина не пошла, так что литовский экземпляр, я уверен, является неплохой самоделкой. Кабриолетов завод тоже не делал. Самодельных же вариаций на эту тему существует великое множество. Эта машина из Одессы выделяется среди них своей длиной. Обычно ведь как, когда делают зазик с открытым верхом, то просто срезают крышу и усиливают кузов под нищую порогом. Здесь все интереснее. Мастера-жестянщики удлинили базу, поставив кузов на раму. Хоть машина и стала длинней, но мест в ней поубавилось. Остался лишь передний ряд сидений. Место заднего занимает тент, когда находится в сложенном виде. Двигатель остался родной. Карбюраторная V-образная сороковка воздушного охлаждения. Коробка передач с четырехступенчатой и привод на заднюю ось. А этот маленький сельский грузовичок создан жителем Черниговской области Александром Городницким. Для вполне утилитарных целей. Помогать по хозяйству. Технически здесь присутствует не только Запорожец. Например, двигатель с коробкой от ВАЗ-21011. Задний мост от Ишкаблук. Рама самодельная. На ней смонтированы агрегаты. Передняя половина ушастого и самодельная деревянная грузовая платформа. Грузоподъемность около тонны. Максимальная скорость Александру неизвестна. Так как он бережет свой грузовичок, ездит на нем аккуратно и неспешно. Кстати, благодаря каким-то образом доработанному карбюратору, тайну настройки которого мастер похоже не рассказывает, грузовик получился очень экономичным. Расход около 5 литров бензина. Это даже для обычного ЗАЗ 968 фантастический показатель. Для жигулевского мотора и подавно. Да и мне в это слабо верится. Есть только одна проблема. Поставить на учет такой транспорт непросто. Нужна дорогостоящая экспертиза, которая точно не по карману сельскому мужику. Поэтому за пределы своей деревни он на этой машине не ездит. На мой любительский взгляд, все эти машины, особенно кабриолет, сделаны на достойном заслуживающем уважения уровне. Остается лишь пофантазировать, что где-то там в другой реальности они могли бы быть заводскими версиями. А на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно комментируйте и делитесь в соцсетях с друзьями. Всем пока!